Продолжение следует... 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 ПО. Обсудим, с какими странами уже выстроено продуктивное взаимодействие по технологической повестке. И также обсудим, с какими барьерами сталкиваются компании, которые уходят на экспорт. Коллеги, в качестве приветственного слова я хотел бы дать слово по видео. Попрошу организаторов вывести видео Юся Юй, глава департамента международной кооперации, Китайский институт информации и коммуникаций. Good morning, everyone. This is Xiao Yu from CICT. Всем доброе утро. Меня зовут Юй Xiao Yu. Я представляю CICT. Я очень рад выступить перед вами и рассказать, что делает Китай в области цифровой экономики. Сейчас весь мир переходит на цифровую экономику, на новом битке своего экономического развития. Так происходит и в России, а в Китае. Мы разрабатываем свою модель, в которой заложены четыре опоры. Цифровая индустриализация, цифровая промышленность, цифровое создание стоимости, цифровое управление. По нашим оценкам в CICT, китайская цифровая экономика достигнет 60 триллионов в 2025 году. Китайское центральное правительство уделяет большое внимание цифровой стратегии Китая, как вы можете увидеть на диаграмме на слайде. Теперь я расскажу о двух инициативах, которыми занимается CICT. Первая лежит в области промышленного интернета. Мы разрабатываем систему идентификаторов для идентификации ресурсов и данных в разных отраслях. Это решение для промышленного интернета. Система состоит из четырех уровней. Корневой узел, верхний национальный узел, вторичный узел и узел уровня предприятия. Эта система эксплуатируется уже пять лет. Сейчас в ней 344 вторичных узлов. К ним подключены более 400 тысяч предприятий в 31 провинции и из 46 отраслей. Мы выпустили 460... Мы также разработали... Мы выпустили 468 миллионов уникальных идентификаторов и разработали 18 основных сценариев использования этих идентификаторов, включая управление с почками поставок, отслеживание продукции и так далее. Наша другая важная разработка основана на блокчейне. Мы строим контролируемую публичную блокчейн-инфраструктуру Синьхо БИАФ. Она будет одной из самых больших в Китае. Состоит из двух уровней. Основной — цепочки боковых подключений. Мейчейн, садчейн. И сейчас у нас 11 суперузлов в континентальном Китае. Мы также предоставляем публичные сервисы типа цифровые услуги... Активы, извините. ...сервисы по безопасности финансовых операций и так далее. Мы придаем большую важность международному сотрудничеству. У нас есть глобальное расширение для Синьхо БИАФ. Называется «Астрон». Мы продвигаем использование «Астрон» через разные механизмы, включая «Большую двадцатку», «Прикс», «Шос» и так далее. И мы могли бы расширить сотрудничество в рамках этих механизмов. Сейчас у нас уже работают два международных суперузла в Малайзии и в китайском Макао. И мы планируем запустить в этом году еще два таких узла в Гонконге и Сингапуре. У нас есть проекты в области цифровой торговли, углеродной нейтральности, трансграничных потоков данных и децентрализованной идентификации. У нас есть такие проекты еще «Трансграничное удостоверение происхождения продукции», углеродный след продукции. Мы также предоставляем инфраструктурные сервисы. Мы предоставляем инфраструктурные сервисы для международных корпораций, таких как «Сименс», «Сэпи» и других. Вот два приложения, о которых я говорил. Сертификат происхождения продукции, например. Мы используем криптографию для подтверждения места происхождения товара. Оно удостоверяется электронным образом, а не на бумаге. И тот же механизм используется для замены других бумажных торговых документов на электронные. У нас сейчас покупал этот проект, идет с партнерами из Сингапура. А у нас, один из наших партнеров, это компания «Сименс». В Европе есть регуляторные требования к аккумуляторам. Мы используем «Астрон» для раскрытия информации об углеродном следе, экспортируемых из Китая батарей. В завершении я хотела бы коротко рассказать о нашей организации. CAICT – это Китайская Академия информации и коммуникаций. Мы подчиняемся Министерству информационной индустрии Китая. А мы, с одной стороны, научно-исследовательский центр, работаем по заказу правительства Китая, а еще мы являемся платформой по разработке инноваций для промышленности. В центре больше 5000 сотрудников. Четыре основных исследовательских направления – это связь, цифровизация, безопасность и регулирование. CAICT – это единственная платформа в Китае, которая интегрирует исследования в области стратегии, разработки политики, технологий, разработки стандартов, испытаний, сертификации и продвижения промышленных решений. Спасибо за внимание, желаю успешной конференции, надеюсь на расширение нашего сотрудничества в будущем. Спасибо. Спасибо, коллега. Владимир Саваславович, переходим в российскую специфику, в российскую реальность. Минпромторг России, он активно участвует именно в формировании технологической политики внутри, поддерживает промпредприятия, но не так много и не так часто слышно про то, что Минпромторг является центром компетенции для цифровых этажей, для международного взаимодействия, для поддержки экспорта. Расскажите, пожалуйста, про эту деятельность и куда обращаться экспортерам сегодня. Спасибо. Всех приветствуем, коллеги. Всем доброе утро. Понятно совершенно, что несмотря ни на какие сложности и трудности в международной торговле, несмотря ни на какие ограничительные режимы, интерес к международной кооперации в этой области будет только расти, он никуда не денется, и все наши партнерские программы и проекты будут только множиться с теми компаниями и теми государствами, которые действительно заинтересованы в выстраивании собственной технологической повестки. Свидетельством тому и объективные цифры. У нас по некоторым направлениям IT-экспорт год от года растет даже не на проценты и зачастую даже не на десятки процентов. Ну и, конечно, то количество контактов, которые мы сегодня видим и наблюдаем и сопровождаем с точки зрения конкретных стран, с точки зрения конкретных технологий, интерес к которым, безусловно, огромен. Не только с точки зрения потенциального приобретения каких-то отдельных решений, будь то программные или аппаратные, но и действительно к партнерствам, к складыванию совместных команд, совместных компаний, к налаживанию систематических контактов. Поэтому, безусловно, учитывая, что ни одна страна не может себе позволить выстроить полноценную технологическую цепочку, имея в виду всю компонентную базу, все элементы цифровых платформ самостоятельно, конечно, запрос на такую международную коммуникацию, он будет только нарастать. Поэтому мы в этом смысле должны на этот запрос реагировать, его подхватывать, его сопровождать, ему способствовать. Мы уже не первый год работаем по направлению поддержки IT-экспорта. Действительно, многие могли слышать о том, что в рамках так называемого второго пакета мер поддержки IT-отрасли в свое время председатель правительства поставил задачу сформировать в структуре торговых представительств отдельный блок работы, блок работы так называемых цифровых этажей. Это сотрудники торговых представительств, это государственные служащие, которые, помимо того, что трудятся ежедневно в аппарате торгового представительства, являясь, по сути, участником дипломатической миссии нашей страны за рубежом, на 100% своего рабочего времени заняты вопросами поддержки именно IT-экспорта. Имея в виду здесь и сервисы, и цифровые платформы, и программное обеспечение, и приборы, оборудование, и компонентную базу, весь блок задач, так или иначе, связанный с высокотехнологичным экспортом. Эта работа широко анонсировалась, на сегодня она в разгаре. Всего у нас к концу этого года в иностранных государствах должно появиться 35 таких мест присутствия, в 35 торговых представительствах возникнет позиция цифрового атташе, то есть человека, который вашими задачами нагружен 100% своего рабочего времени. На сегодня уже назначены и приступили к своим прямым обязанностям 14 человек. Это наши дружественные страны, прежде всего страны Юго-Восточной Азии, страны Ближнего Востока, страны Евразийского экономического союза. Это сначала были Аргентина, Вьетнам, Малайзия, теперь к ним добавились уже и Объединенные Арабские Эмираты, и ЮАР, и Индия, другие государства. Мы постоянно наращиваем эту географию присутствия и рассчитываем, что уже к концу этого года, ну, в общем, наверное, все основные наши регионы, целевые, будут этой работой полноценно охвачены. Почему это не произошло единомоментно? И сразу все 35 позиций не были закрыты, ну, только потому, что требования, которые предъявляются к людям, которые работают на этом фронте, на этом блоке, очень жесткие, потому как, с одной стороны, это государственный служащик, как я уже сказал, со всей спецификой, со всеми вытекающими условиями его пребывания за рубежом, но, с другой стороны, это, конечно, специалист, разбирающийся в предметной области, имеющий релевантный профильный опыт, поэтому отбор этих специалистов идет достаточно тщательный. Помимо непосредственно отбора и требований, которые предъявляются кандидатам, мы ведем их в дополнительную подготовку, ведем их в ознакомление с нашими текущими разработками крупнейших компаний, в том числе получивших государственную поддержку по линии наших партнеров и коллег из институтов развития, в том числе наших активных экспортеров, в том числе и занимаемся их обучением в предметной области, они проходят стажировки, они проходят различные курсы, прежде чем направиться в страну пребывания. Поэтому работа достаточно трудоемкая, она планомерная, ну и подводит нас к тому, что люди, которые работают уже сегодня на местах, получают, в общем, достаточно положительные отзывы о своем труде, имея в виду и сопровождение внешнеторговых активностей наших компаний, и тот анализ рынка страны пребывания, который они ведут на местах, для того, чтобы наш экспортер, заезжая на место, уже имел определенную базу, уже имел представление о целевых сегментах, в которых работать наиболее благоприятно, где наши сервисы и продукцию ждут больше всего, какие тендеры проводятся на месте, какие целевые сегменты наиболее приоритетны. Вся эта работа ведется цифровым атташе и торговым представительством в ежедневном режиме, для того, чтобы компании наши, выходящие на рынок, было проще, было легче, для того, чтобы быстрее устанавливались контакты с местными заказчиками и с местными партнерами, ну и для того, чтобы эта работа на внешнем рынке происходила бесшовно. Перспективы здесь огромные. Мы для того, чтобы постоянно актуализировать запрос наших компаний на эту работу, проводим регулярные вебинары со всеми государствами, где у нас в торговых представительствах трудятся цифровые атташе. В прошлом году их прошло шесть, на этот год запланировали шестнадцать, первый из них у нас семнадцатого апреля по индонезийскому направлению, ну и далее мы раз в две недели будем проводить такие тематические сессии с нашими экспортерами или потенциальными экспортерами, кто еще только целится во внешний рынок, на постоянной основе, для того, чтобы и ответить на вопросы относительно специфики иностранных государств, ну и сразу подхватить проекты, постараться помочь их упаковать в тот вид, в котором они будут быстрее уходить на внешний рынок и сопровождать в дальнейшем. На форуме ЦИПР, который пройдет в этом году, мы проводим отдельную секцию, отдельный мини-форум такой с нашими коллегами, о которых я сказал, с цифровыми атташе, можно будет с ними познакомиться, с ними общаться в ходе всего ЦИПРа, ну и, в общем, задать необходимые вопросы, установить с ними контакт, для того, чтобы быть уже дальше на постоянной связи. Это только одно из направлений, на самом деле, но направление для нас ключевое, потому что вот это постоянная обратная связь и постоянная поддержка нашего экспортера на месте, но это то необходимое условие, без которого работать просто гораздо труднее. Поэтому любой интерес, который будет возникать у наших IT-компаний, у производственных компаний на этом направлении, мы, конечно, готовы подхватывать и сопровождать. В этом смысле не стесняйтесь. Пожалуйста, и торговое представительство, и Минпромторг России в этом смысле для вас работает, для вас открыт. Чему, в общем-то, свидетельством те цифры, о которых я уже вначале сказал, постоянный рост интереса к нашим продуктам, к нашим решениям, он, конечно, ну заряжает наших коллег в трогопредствах энергии и, в общем, дает им постоянную почву для последующей работы. Спасибо. Владимир Савиславович, пару вопросов на уточнение. Во-первых, с какими запросами обычно обращаются к цифровым атташе? И, во-вторых, есть ли какие-то 1-2 кейсы, которые можно публично обозначить? Я понимаю, что там сенситивно иногда, NDA и все дела, но все равно, может быть, 1-2 примера обезличенно можно сказать, где цифровые атташе уже помогли? Пример, безусловно, есть. Таких примеров уже десятки. Я действительно, чтобы не вторгаться в сферу коммерческой тайны, сейчас могу только про тематики говорить. Я думаю, что мы со временем сделаем открытый отчет, чтобы можно было действительно уже пощупать результаты руками. Но это самые разные тематики. Это и тематики, связанные, например, с технологиями горно-рудной добычи в некоторых африканских государствах. Когда местный заказчик, конечно, смотрит не на отдельный прибор, не на отдельный программный продукт, а смотрит на целостное, системное, комплексное решение, которое ему нужно для того, чтобы наладить работу с нуля серьезного большого добычного комплекса. Это и всевозможные технологии, связанные с интернетом, о которых в том числе говорил китайский коллега, когда точно так же выстраивая новую инфраструктуру, и, например, имея такие же ограничения, с которыми сталкиваются на сегодня наши российские компании, компании-заказчики, иностранный заказчик смотрит на технологически устойчивые, на безопасные решения, имея в виду, опять же, весь комплекс, начиная от услуги оператора связи, заканчивая уже прикладными сервисами для анализа данных, для работы с клиентами. В составе этого комплекса, конечно, находится и наше телекоммуникационное оборудование. Ну вот такие блоки, как примеры, они востребованы, на самом деле, повсеместно и в Азии, и Африке, и в Америке, и так далее. Запросы самые разные. Это запросы, ну, начиная от самых простых, с помощью в, может быть, какой-то адаптации презентационных материалов, где-то там в их переводе, ну и заканчивая уже поддержкой в реализации серьезных коммерческих проектов, когда действительно вот этот контакт государства с государством крайне ценен для того, чтобы заказчик на месте воспринимал наше предложение как серьезное и действительно относился к нему соответствующим образом. Зачастую установить первый контакт со стороной пребывания – это очень непростая такая задача, в которой, в общем-то, наши торговые представительства и помогают преодолеть, наверное, вот этот вот первый шаг в общении для того, чтобы потом уже традиционная бизнес-коммуникация шла своим чередом. Спасибо еще раз. Коллеги, тогда переходим к Сергею Александровичу. Сергей Александрович, во-первых, еще раз с наступившим днем рождения. Вчера у Сергея Александровича. Я думал, ты про день рождения Рунета. Да, на самом деле, спасибо. И во-вторых, хотел уточнить, цифровая экономика проводит большую работу по международному взаимодействию уже несколько лет. Я хотел уточнить, какие результаты уже достигнуты и чего еще планируется сделать в 2024 году. Да, спасибо большое, Алексей. Ну, во-первых, действительно всех нас поздравляю с днем рождения Рунета. В это воскресенье 7 апреля на ВДНХ был большой праздник, посвященный как раз-таки ему. Большое спасибо Координационному центру, который помогал этот праздник организовывать РАЭКу и Минцифре. Все мы повспоминали, вообще-то юбилей, 30-летие, повспоминали, каким был Рунет тогда. Что у него есть в наработках сейчас. Причем тут цифровая экономика, экономика данных. Был промежуточный этап, когда мы говорили про рынки и плюс, когда еще не было цифровой экономики. Но панель сегодняшняя наша звучит как экономика данных, технологическое лидерство и где вот это вот все пересекается. Для цифровой экономики действительно очень понятные темы. Мы их очень любим, знаем, понимаем, с нашими учредителями и с государственными стейкхолдерами активно прорабатываем. Но, как говорится, у нас все карты в руки, потому что внутренно цифровая экономика создан в прошлом году и действует проектный офис дорожных карт ВТН, высокотехнологичных направлений. Там есть и искусственный интеллект, и связь, и квантовые коммуникации, вычисления. Но еще есть две большие дорожные карты, называется НИПА-НОПА. Практически это все импортозамещение, которое в нашей стране в 2022 году получило максимальный буст, благодаря тому, что правительство занялось очень системно подходом к тому, как описать все IT-ландшафты, как найти в них лакуны, как посмотреть, что есть отечественного, что может заменить западное, уходящее или планирующее уйти из нашего рынка, где нет собственного софта, сколько стоит его создать по времени и по деньгам. Ну и, соответственно, все эти максимальные процессы были запущены, а внутри НИПА-НОПА, проектный офис, который мониторит и сопровождает реализацию этих самых дорожных карт. Как следствие, мы обрастаем экспертизой. Мониторинговая функция, она важная, но рутинная. А вот очень много экспертизы, которую благодаря взаимодействию и с индустриальными центрами компетенции, и с отраслыми комитетами, и с ЦКР, и просто с участниками рынка мы видим, понимаем. И в этой связи, конечно, огромный аспект. Алексей, если можно, мою презентацию и кликер, коллеги. В этой связи огромный аспект. Спасибо. Уделяется тому, что, собственно, с тем буйством софта, который будет создан, можно делать. То есть, действительно, благодаря событиям 22-го года в России появляется огромное количество нового софта, или появится в ближайшее время, которое можно продавать внутри рынка, которое можно перезатачивать из одной индустрии в другую. Здесь совершенно случаются сумасшедшие вещи, когда, к примеру, классы ПО, создаваемые в добыче нефти, могут быть переиспользованы в сельском хозяйстве. Об этом нужно знать и понимать. Но еще одна большая задача, о которой говорят постоянно все, это то, каким образом софт можно будет продавать, и в какие страны можно продавать. Где нас ждут, а где не очень. Где у нас есть возможность для подвига, а где совсем не так. Ну вот для того, чтобы лучше понять, какие точки можно нащупывать в партнерстве с международным рынком, сообществом, какие новые рынки, может быть, мы их раньше не замечали, есть. Мы стали к этому вопросу относиться очень системно. В партнерстве и с Минпромторгом, с Фромет Аше, институтом, занимаемся тем, что исследуем страны. Большой продукт, который у нас называется «Открывает цифровой мир». Мы берем определенную страну и начинаем ее исследовать со всех сторон с прицелом на то, что российским разработчикам имеет смысл или не имеет смысл дойти. Причем под разработчиками мы понимаем очень широкую когорту. Это не только бизнес, это государство. Но, к примеру, наши госуслуги могут где-то быть повторены. На этот вопрос тоже стараемся отвечать. В итоге, деятельность наша по мониторингу и сопровождению импортозамещения в том числе привела к тому, что мы поняли, нужно создавать центр, который мы назвали центром технологического лидерства. Это большой отраслевой государственный консалтинг. Техлит РФ, у него короткое название, который был запущен в прошлом году. Это поручение Дмитрия Николаевича Чернышенко. Поддержан нашими учредителями и сегодня активно развивается. Он оказывает поддержку, экспертизу и много очень полезных вещей делает. Одна из них – это, к примеру, разработка рейтинга стран, в которых нас ждут или в которых мы в приоритете могли бы попытаться выйти. Мы поставили перед собой такую задачу – исследовать все страны, разработать методологию, по которой можно померить эти страны. Именно измерения, именно математика и выводы должны рулить этим процессом. Не какие-то голословные заявления, не какие-то ощущения, а именно математика. В итоге мы разработали такой рейтинг, выделили три группы и презентовали в конце прошлого года его. Сейчас ведем работу по его насыщению и, собственно, его популяризации. Три группы. Группа А – наиболее привлекательные рынки сбыта, которые набрали более шести баллов. Это все страны Евразийского экономического союза, очевидно, БРИКС. Группа Б – это привлекательные рынки сбыта, но которые обладают рядом незначительных экономических, цифровых или политических ограничений и которые набрали от трех до шести баллов. Это страны Большого и Ближнего Востока, страны Ассоциаций государства Юго-Восточной Азии и страны Латинской Америки. И группа Б – это страны с большим количеством экономических, цифровых и политических ограничений. Набрали от двух с половиной до трех баллов Африка, Центральная Америка. В итоге мы брали в расчет большое количество параметров. Но вот я их перечислю, просто чтобы было понимание, что мы, собственно, оценивали. Статус страны умножен на параметры экономической интеграции. Объем ВВП, торговое представительство и присутствие тех самых цифровых аташе в стране. Импорт и КТ-услуг, насколько страна покупает цифровые сервисы и софт. Индекс экономической свободы, индекс цифровой зрелости, доля ресурсов в структуре ВВП, индекс использования интернета населением, внешний торговый оборот и культурно-языковой барьер. Брали индекс, использовали источники Всемирного банка, Международного валютного фонда, Heritage Foundation. В общем, много было источников. В итоге все это собрали, посчитали. Ну и вот получилась достаточно, как нам кажется, интересная картинка. В итоге на первых местах для кого-то ожидаемо, может быть, для кого-то нет. Казахстан, Китай, Беларусь, Бразилия, Индия. Первая пятерка. Ну и все страны остальные тоже посчитаны, ранжированы. Достаточно много выводов, которые здесь напрашиваются и понимания, куда идти. Очень много спрашивают про Китай. Как бы вы вообще в своем уме? Что туда продавать? Ну вот мы пришли, у них все есть свое. На самом деле нет. Математика показывает, что вхождение Китая в топ-5 стран обусловлено, ну помимо дружественного статуса и интеграционных процессов, которые сейчас происходят, членство БРИКС, объемы ВП страны и товарооборотом с Россией. То есть потенциал мы считаем, что большой. Ну и понятно, что наибольшее значение в определении места в текущей политической, геополитической ситуации, конечно, сыграл уровень интеграции экономической с Россией и политический статус. Ну и важные параметры для всех стран это объем товарооборота, индекс цифровой зрелости внутри страны и индекс использования интернета населением. Политические и экономические параметры в рейтинге играли также значительную роль. Как я уже сказал, ну это как бы данность времени, ничего с этим не поделаешь. Пока такие времена, может быть это неплохо, потому что мы наконец начинаем смотреть на те рынки, которые раньше почему-то у нас были далеко не в приоритете. Сегодня мы начинаем их изучать крупулезно. Продукт предварительный, это его, можно сказать, первая версия. В настоящий момент вместе с Минпромторгом и торговыми представительствами мы реализуем второй этап. Отрасль очень активно подключилась, продукт интересный. Алексей вместе с нашими аналитиками под руководством Карина Казаряна этим проектом собственно рулит, как и центром технологического лидерства. Мы очень надеемся, что это будет такой мощный навигатор после запуска второй версии, на которой будет компания, бизнес, государство основывать свои выводы, идти в страну или не идти. Если идти, то с чем. Потому что в 2023 году очень большое количество официальных делегаций сопровождало оно цифровая экономика. Мы быстро агрегировали наших учредителей, нужно полететь во Вьетнам, летим, нужно полететь в Китай, в Кубу. Потом выяснялось, что летели с закрытыми глазами. Не всегда было понятно, что в этой стране собственно есть, с чем ждут, что уже занято Америкой условно, где есть место для подвига. И вот мы хотим такой навигатор дать в руки бизнесу для того, чтобы он мог совершенно с открытыми глазами понимать, куда ресурс имеет смысл вкачивать, а где это не пойдет. Ну и все это у нас проходит под эгидой центра технологического лидерства, как я уже сказал, техлит.рф. Приглашаем всех присоединяться на достаточно интересный проект. Это лишь одна из его граней международное сотрудничество. Вообще у него пять блоков. Мы занимаемся технологической независимостью. Очень активно изучаем внедрение технологии искусственного интеллекта во все отрасли. Международное взаимодействие одна из четырех частей и, соответственно, научное развитие. Достаточно интересные выводы там уже напрашиваются. Один из них, к примеру, такой. Тоже произнесу на этой площадке. Начинаем эту тему уже так интеллигентно продвигать. Нам кажется, что технологическое лидерство как идея, как феномен достоин того, чтобы называться новой национальной идеей, которая будет понятна государству, бизнесу и очень важно молодым специалистам. Показать, что в России, как это было в Советском Союзе, с космосом, с атомной энергетикой, есть определенный прицел в сторону лидерства, технологического лидерства. Государство, бизнес понимают, поддерживают, верят и разворачивают огромный пул инструментов, который, собственно, это самое технологическое лидерство позволяет поддерживать. Соответственно, у молодежи появляется все больше причин реализовывать себя как технологических специалистов в России. Ну и один из результатов работы тех лида мог бы стать, как нам кажется, именно таким. Но международное направление здесь, конечно, тоже очень важное. Лучше не уезжать, а продавать в другие страны, как мы считаем. Спасибо. Спасибо большое. Да, коллеги, переходим тогда к Александру. Александр, Эрфрид сегодня является таким основным институтом развития и поддержки цифровой трансформации, технологического суверенитета, в том числе выдает большие средства в финансировании особо значимых проектов. Но также Эрфрид является такой институтом развития для экспорта отечественного ПО, для поддержки и продвижения. Вот расскажите, пожалуйста, какие меры поддержки у вас есть и какой деятельностью вообще занимается Эрфрид в части международного взаимодействия. Да, коллеги, добрый день. Во-первых, хотел присоединиться к поздравлениям и юбилей Рунета и день рождения Сергея. Подозрительным образом сошлись в один день. И есть даже версия, что это примерно одно и то же. Поэтому я не исключаю такую кинспирологию и теорию заговора. Тем не менее, Сергея поздравляем и от сообщества, и от фонда. Мы выстраиваем такое конструктивное, плотное взаимодействие. И благодарны коллегам за то, что лидируют многие важные для развития отрасли информационных технологий и для развития комьюнити треки. Если можно презентацию и кликер. Похоже на какое-то радиоустройство. Первый раз такое. Это чтобы не запутаться. Красное, ладно, допустим. Такое часто бывает, но чтобы зеленое. Да, хотел здесь тоже добавить то, что Владимир Святославович уже озвучил. Понятно, что здесь мы в своей части большой трек обслуживаем. Хотел здесь добавить кратко о тех решениях, о тех запросах стороны компаний, которыми нам обращаются, как мы их обрабатываем и как мы готовы здесь помогать и другим компаниям на основе того опыта, который есть у сообщества комьюнити. Российский фонд развития информационных технологий. Наши ключевые задачи это разработка, доработка, внедрение российских ИТ-решений во всех отраслях экономики, во всех сферах жизнедеятельности. С 2022 года это, естественно, совершенно другой масштаб задач, которые мы совместно и с отраслевыми регуляторами, с министерствами, ведомствами и с российскими разработчиками решаем в таком довольно-таки горячем режиме. Чем дальше мы в это погружаемся, тем больше видим как раз ту задачу, которую мы сегодня обсуждаем, а именно продвижение решений на зарубежные рынки. Мы понимаем, что зарубежные вендоры, которые после 2022 года стали спешно покидать рынок, как раз в предыдущие десятилетия интенсивно занимались ровно той задачей, к которой мы поступаемся. Это продвижение через различные инструменты своих решений, плотная, максимально тесная их интеграция во все производственные процессы. И тут, я думаю, экспертное сообщество сильно собрано, все в этих процессах так или иначе задействованы, все эти треки знают. В настоящий момент фондом поддержано с использованием инструмента грантового финансирования 183 проекта. Это и проекты в сфере новых производственных технологий, новых коммуникационных технологий, что важно в связи с пожелаемым юбилеем и решения в сфере информационной безопасности, которые выходят на рынок, выводят свои продукты, многие из них оказались своевременно. И, кстати, благодаря грантовому инструменту вы вывели свои решения на рынок ровно тогда, когда уходили зарубежные вендоры и получили благодаря этому огромное преимущество. И сейчас мы радуемся их успехам. 22 проекта имеют статус особо значимых. Это конструкция, в которой объединена и разработка, и доработка, и внедрение решения на предприятиях лидеров, которые в первую очередь на себе испытали все сложности с усилением санкционного давления. И эти решения выводятся на рынок, идут успешно по контрольным точкам. Задача, которая поставлена правительством, это тиражирование по отраслевому принципу. И, естественно, так как рынок не всегда достаточный с точки зрения дальнейшей жизнедеятельности продукта, его поддержки и обслуживания, естественно, задача выведения таких решений на зарубежные рынки. И она ставилась в первую очередь тем проектам, которые заявлялись на рассмотрение в таком режиме. С точки зрения нашего участия в задачах службы цифровых АТАШ, фонд проводил обучение непосредственно тех, кто планировал к выезду к загранкомандировке. И в эту работу были вовлечены практически все топовые российские IT-компании, у которых есть и запрос на представленность на зарубежных рынках, запрос на поиск контактов, запрос на использование инструментов государственной поддержки и те компании, которые сами могли и обучить, и поставить задачи тем, кто может представлять их на зарубежных рынках. Поэтому это и в том числе и проекты, которые IT-компании, которые участвуют в реализации особо значимых проектов, и те компании, которые выводили продукты на рынок до СВО, до появления этой конструкции. Это такая тоже большая работа проделана. Здесь мы благодарны коллегам и Минпромторга, и Минцифры, когда на старте, в исполнении как раз поручений председателя правительства, эта конструкция собиралась. Особо значимые проекты, естественно, это первые драйверы реализации таких задач. Как раз те компании, которые их внедряют, эти решения реализуют и на территории третьих стран свои проекты. Как здесь было сказано, тут, наверное, что-то из этого сильно разглашать нельзя, но, тем не менее, мы тоже какую-то регулярную коммуникацию по этому поводу проводим, и о реализуемых на зарубежных рынках проектах, в том числе с разработками ОЗП, мы регулярно рассказываем. Здесь контакты. Мы всегда в прямой коммуникации и отвечаем и в ВК, и на каналах коммуникации фонда, поэтому будем рады, если будут вопросы, здесь также на площадках фонда, на площадках мероприятия тоже готовы всегда к общению. Будем рады ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо. Александр, а можно тоже один уточняющий вопрос? По ОЗП, в каких проектах вы видите наибольший экспортный потенциал, может быть, в тех, которые реализуются, или будут реализованы? Ну, вот здесь ключевое значение имеет, так скажем, представленность компаний на зарубежных рынках. То есть, если компания, которая внедряет российские решения в свои производственные циклы, реализует проекты, по крайней мере, в дружественных странах на зарубежных рынках, то это значит, что и те софтверные решения, которые в рамках этих проектов внедряются, в первую очередь, и там могут быть тиражированы. Поэтому это большие, крупные проекты российских предприятий, которые реализуются на зарубежных рынках. Это первая понятная, близкая точка выхода. Спасибо. Вадим Владимирович, тогда к вам переходим. У Центра глобальной IT-кооперации такая сложная миссия, на самом деле, это организация… А можете кликер передать, Вадим Владимирович? Это международная кооперация в сфере высокотехнологичных решений. Расскажите, пожалуйста, как вы эту миссию реализовываете и какие у вас уже результаты есть. Коллеги, добрый день. На самом деле, Центр глобальной IT-кооперации ведь задумывался изначально как некий такой think tank, аналитический центр. Но времена меняются, и мы открываем для себя новые направления, в том числе и сотрудничество в сфере экономики данных, в сфере управления данных. Вообще, стоит сказать, что тема экономики данных и тема управления данных, тема обеспечения безопасности данных – это тема довольно горячая. Говорить о том, что данная – это новая нефть, ну, наверное, все об этом знают, уже приелась. Тем не менее, вот эта тематика очень широко обсуждается на уровне организации объединенных наций, и в том числе отдельный раздел глобального цифрового договора, о котором мы сегодня чуть позже тоже будем говорить на одной из сессий, как раз и посвящен тематике управления данными. Более того, мы сегодня уже говорили о том, что в Риаде будет очередной форум по управлению интернетом в декабре, и если посмотреть на те предложения, которые поступали от мирового интернет-сообщества по тематикам этого форума, то управление данными и защита данных – это как раз входит в топ-5 тем. Так вот, как мне кажется, сотрудничество, международное сотрудничество в сфере управления данными и в сфере, скажем так, трансфера технологий, наверное, много не бывает. Именно поэтому очень здорово сегодня оказаться вот в такой очень представительной, авторитетной компании, организации, которые занимаются экспортом российских цифровых решений, в том числе тех решений, которые базируются и на технологиях искусственного интеллекта, и, конечно, на данных. Наш центр в прошлом году задался целью тоже изучить ряд рынков, как аналитический центр, и мы пришли к выводу о том, что у российского бизнеса, прежде всего у среднего и малого бизнеса, есть большой запрос на вывод своих решений на новые зарубежные рынки, новые, ну, по понятным причинам. И, скажем так, с другой стороны мы изучили, собственно, эти рынки, в частности, рынки Юго-Восточной Азии, рынки Африки. И, как вот мы поняли, у российских IT-решений действительно очень высокая конкурентоспособность. Об этом, в общем-то, наверное, лишне говорить, но все знают, что наша IT-отрасль действительно выдержала сильнейший удар, находится под жесточайшими санкциями, и это, собственно говоря, стало уникальным торговым предложением наших IT-решений. Вот проявив такую стрессоустойчивость, проявив готовность поставлять такие кастомизированные решения, пакетные. Вот это стало тем самым привлекательным моментом, привлекательной чертой, чтобы интерес у иностранных компаний к нашим IT-решениям рос. Вот у нас одной из целей нашего центра является повышение экспертного потенциала, исследовательского создания вот таких партнерских, скажем, сообществ, сетевой кооперации с зарубежными странами, и именно вот на этом треке мы решили и поработать. Мы производим огромное количество аналитических исследований, в том числе и рынков, в том числе и исследований в области регулирования оборота данных и так далее. Так вот, говоря о экспорте российских цифровых решений, мы пришли к выводу о том, что необходимо создать такое некое единое окно, такой офис экспорта цифровых решений, который занимался бы методическим, организационным содействием российским IT-компаниям именно в упаковке и продвижении решений на зарубежном рынке, потому что, ну, кто-то знает юридические тонкости, кто-то знает тонкости финансовые, кто-то знает хорошо целевую аудиторию клиента, но, может быть, не хватает какого-то единого окна, который предоставлял бы такой комплексный вариант услуги для наших IT-компаний. И, конечно, мы с удовольствием готовы сотрудничать с всеми игроками и с Аноцифровой экономикой, и, конечно, с Минпромторгом в формировании такой экосистемы обмена технологиями с дружественными странами. Мы уже познакомились с целым рядом цифровых атташе. Более того, наш центр принимал участие в подготовке первой волны цифровых атташе пару лет назад. И, действительно, это очень своевременное и очень правильное решение по созданию вот такой службы. Действительно, их вклад и их работа очень востребована в странах, где они уже работают. Поэтому мы готовы и с большим интересом будем сотрудничать и с торпрестами, и с цифровым атташе в деле того, чтобы сформировать такое единое окно экспорта российских цифровых решений. Как преимущество вот такого офиса я бы отметил системы такой комплексный анализ рынков, оценка потенциала рынков, емкости, платежеспособности, обеспечение консалтинга под ключ, включая юридическое, маркетинговое, бухгалтерское сопровождение компаний на новых рынках. И, по сути, мы вот становимся такой единой точкой оценки, сборки и кастомизации экспортных цифровых решений. Таким образом, что по итогу будет создана такая широкая и многопрофильная система партнерских и научных и бизнес-связей в дружеских странах. Что мы уже сделали для того, чтобы на этом треке работать? Мы создали такой маркетплейс российских цифровых решений. Это всеобъемлющий инструмент поиска потенциальных заказчиков для самостоятельного продвижения российских решений на зарубежные рынки. Но это не только, скажем так, витрина. Это не только про экспорт программного обеспечения. Это и про экспорт консалтинговых услуг и образовательных услуг, поскольку наше программное обеспечение как раз славится тем, что мы сопровождаем его и обучательными составляющими. Кроме того, вот этот маркетплейс содержит в себе информацию ключевую о том, почему Россия является привлекательным экспортером цифровых решений, почему Россия является с другой стороны и привлекательным рынком для того, чтобы открывать здесь свой бизнес. То есть маркетплейс содержит также раздел о том, какие шаги должны быть предприняты иностранными компаниями, предпринимателями, которые хотели бы открыть свой бизнес в России. И завершая, я бы с удовольствием пригласил всех заинтересованных представителей нашего IT-бизнеса посмотреть на этот маркетплейс, дать свою обратную связь. Мы сейчас как раз занимаемся тем, что насыщаем его контентом, насыщаем его продуктами и были бы очень благодарны за такую вот обратную связь. Спасибо. Спасибо. Да, коллеги, передаю слово Евгению, но попутно, наверное, скажу, что вижу в YouTube комментарии, поэтому вы можете сейчас написать вопрос со спикером, а в конце оставим пять минут для того, чтобы по возможности ответить на эти вопросы. Евгений Сколтех является сегодня одним из 12 уже исследовательских центров по развитию искусственного интеллекта и одним из шести первой волны. И активно работает и по созданию новых решений и продуктов на базе искусственного интеллекта и по другим технологиям тоже очень активно действует. Расскажите про международное взаимодействие текущее уже налаженное, может быть, какие-то примеры проектов, реализующихся или реализованных, где вы видите возможности международной технологической кооперации. Да, спасибо за приглашение, коллеги. Давайте я свои мысли какие-то по этому поводу озвучу. У меня даже есть немного слайдов. Действительно, я в этом смысле из присутствующих довольно близок к вопросам таким фундаментальных исследований образования, но и при этом очень много участвую в разработке в различных прикладных проектах. В целом искусственный интеллект развивался за последние лет 20 довольно стремительно. То есть есть каждые там несколько лет появляются какие-то вехи, начиная от глубоких нейросистей в 2012 году. И вот сейчас очередной такой в неком смысле взрыв произошел. Появились вот эти технологии больших языковых моделей. На следующей секции я про тренды в этом направлении буду гораздо более подробнее говорить. Сейчас у меня немножко другая тема доклада. Но просто отметим, что сейчас очередной виток развития и судя по всему на этой волне можно открыть много новых удивительных, так сказать, и приложений, и эффектов, которые в ближайший год другой последуют. То есть в этом смысле как бы очередной виток гонки за эти технологии их приложение начался. Давайте поговорим о том, что в каком состоянии мы находимся и какие-то вот соображения вокруг кооперации, которые можно построить. Если говорить о технологических компаниях, о крупных корпорациях, то на самом деле, что в России и особенно в мире, они много, ну кто непосредственно завязаны использовать инструменты, те из них, вот, они вкладываются в, на самом деле, и в науку, которая вот, ну что-то среднее между фундаментальной и прикладной, и это неудивительно. Искусственный интеллект, он очень ориентирован на приложения, и на самом деле, многие даже какие-то фундаментальные задачи, они в итоге происходят от каких-то очень конкретных приложений. И как таких по-настоящему фундаментальных ученых в искусственном интеллекте скорее нет, чем есть. И, в общем-то, неудивительно, что все основные прорывы за последнее время, они произошли, в общем-то, в коллективах, так или иначе, которые либо прямо внутри корпорации находятся, либо с ними активно сотрудничают. Такая вот мысль. И неудивительно, что компании, ну в том числе в России, я сейчас имею в виду Сбер, Яндекс и другие, активно вкладываются в коллективы, в развитие языковых моделей, в какие-то новые продукты и сервисы. Ну и на самом деле даже там такие некие зачатки новых профессий начинают появляться, там тренера этих самых языковых моделей и так далее. Значит, в общем, текущая ситуация в России, если так вот очень кратко по этому пройтись. Если говорить про технологии, то действительно есть, ну в неком смысле суверенные технологии, это и различные языковые ассистенты, там маркетплейсы, мессенджеры и так далее. Вот. И эти технологии, внутри них внедрены различные инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют адаптироваться лучше под пользователей и какие-то там делать прогнозирование, оптимизацию и все остальное. Есть продукты с использованием искусственного интеллекта, есть беспилотные свои технологии. То есть это все такие позитивные моменты. На самом деле вот даже в ходе своей недавней поездки в Китай, общаясь там с представителем китайской нефтяной компании и сравнивая с тем, что я вижу там в другой нашей крупной российской нефтегазовой компании, как у них устроено исследование с приложениями инструментов искусственного интеллекта. И в общем, у меня появилось впечатление явное, что у нас дела в этом смысле неплохо обстоят. И, ну и другие признаки развития, а именно, что есть определенные фреймворки машинного обучения, кое-что делается в open source, есть свои большие языковые модели. Они, конечно, надо быть честным, значимо отстают от того, что есть в крупной корпорации типа ОНОП в мире, но, тем не менее, это все присутствует. Вот. Но это все, что относится к вещам, связанным именно с какими-то вот несколькими крупными корпорациями, это то, что это суверенные технологии, они в значительной степени, ну, как бы догоняющие все-таки. То есть это не то, что у нас здесь что-то появилось. К счастью, для того, чтобы какие-то, может быть, новые наработки появились, действительно была принята программа по развитию искусственного интеллекта, вот эти самые первые, шесть центров первой волны, которые, с одной стороны, занимаются и фундаментальными исследованиями, и на основе этих фундаментальных исследований делаются определенные фреймворки для решения прикладных задач. Вот в центре, в котором я, в Скалтехе, возглавляю, решаются там разные задачи, связанные там с прогнозированием ледовой обстановки, с прогнозированием дистанционного зондирования, прогнозирование, допустим, там пожаров, моделированием различных задач в нефтегазовой отрасли. То есть это такой широкий класс задач, которые, с одной стороны, очень наукаемки, требуют развития фундаментальных основ, с другой стороны, действительно, очень нужны компании, мы активно эти решения внедряем. Но, конечно, объем всего этого, он достаточно незначителен, если смотреть с тем, что происходит в том же Китае или в США, и это обусловлено рядом причин. Ну, во-первых, это и проблемы с вычислительными технологиями, ну и, кроме этого, это и то, что вот, так сказать, людей мало. Значит, есть в любой, в любой, как бы, системе, которая разрабатывает эти технологии, всегда есть те, кто топовые, топовые, ученые-разработчики, обычно это мало отличается, которые действительно, там, на самом деле, ведь технологии типчат ГПТ, группа, которая ее разрабатывала, там есть несколько лидов буквально, а остальные люди, это просто, ну, очень хорошие, квалифицированные инженеры, которые умеют работать в команде. Это такая очень большая пирамида, и вот эта пирамида в России, основание у нее, ну, база, база у нее, к сожалению, низкая, и это еще надо растить и растить. Ну, и, конечно, есть утечка, будем честны. Впрочем, эта проблема, она не только есть в России, и она у нас есть в разных странах. В России, к сожалению, есть та ситуация, что вот, например, вот эти люди, которые здесь перечислены на слайде, они из России уехали, и они оказали очень существенный вклад в развитие искусственного интеллекта в мире, в США, но в России возвращаться не собираются. В этом смысле китайские коллеги, у них ситуация гораздо лучше, от них много людей уезжает на какое-то обучение и так далее, но потом они умеют их возвращать. Вот это то, чему стоит поучиться. И если говорить про Китай, я буду говорить, на самом деле, дальше на примере Китая, но это, в общем, мне кажется, что эти какие-то некоторые тезисы, которые произнесу, они и для других дружественных стран, скажем так, вполне себе валидны. Значит, количество событий, которые там происходят, в общем-то, их качество, оно очень высокое, и сейчас действительно удается много где участвовать, то есть они в целом заинтересованы в контакты. Вот, при этом если смотреть на ту стратегию, которая у них сейчас есть, ну, во-первых, это перевод количества в качество, то есть они действительно стали лидерами как по научным различным разработкам, измеряемым там различными статьями и патентами, ну, в первую очередь статьи на конференциях о севиздой. Вот, сейчас они активно пытаются нащупать такую стратегию, которая позволит им не просто статьи, так сказать, штамповать или патент, а чтобы среди них появлялись то, что любят говорить коллеги из веры, дисрапторы рынка. Это первое. Вот, кроме того, что они активны еще тут таких вот черных лебедей, и за счет их объема, ну, вполне возможно, что им это удастся. Они текущие технологии активно, суперактивно прямо осваивают. Вот, например, в том, что касательно языковых моделей, у них до 30-го года принята стратегия, что надо выделить там 8 или 10 направлений с компанией с госучастием, где обязательно сделать сервисы по внедрению языковых и генеративных моделей. Но это на самом деле не надо думать, что языковые модели только про язык. Это более общее понятие, которое имеет в первую очередь под собой различные генеративные аспекты и позволяет обрабатывать различные данные и строить сервисы там для автопроектирования, чертежей для автопроектирования, например, там инфраструктура для разработки месторождения. В общем, много для чего. И речь идет о том, чтобы такие специальные модели натренировать на массивах данных, которые есть в этих компаниях и дальше на основе них делать сервисы уже для, которые будут полезны для бизнеса. Такая вот у них стратегия. Теперь, что же мы можем сказать в контексте там, ну, какого-то взаимодействия. Во-первых, очень важно в принципе, что измерение того, что ты делаешь, оно должно быть вовне. Что я имею в виду? Ну, представим себе, что вы ходите в дворовую секцию, вы там скороли. Но как только вы попали в секцию, которая там в другом районе, ну, понятно, что вы там, скорее всего, проиграете. И пока вы не станете туда ходить, вы лучше не станете. А если вы еще пойдете на районные соревнования, ну, так пока вы там не выиграете, ну, развития тоже не будет. Также, на самом деле, в науке и особенно в технологиях нельзя сидеть в своем болоте. Поэтому обязательно должны быть метрики, которые учитывают оценку вас извне. Это первый момент. И в этом смысле, естественно, надо соревноваться с теми странами, с которыми это возможно, и которые, ну, на которые в некоторых аспектах можно равняться. Ну, вот Китай, там, УАЕ, другие подобные страны, они сейчас вполне себе выступают очень хорошо. С Китаем, конечно, будет очень сложно соревноваться с учетом их объема. У них прям есть супертоповые исследователи, в общем, и разработчики в очень большом количестве. Но, тем не менее, надо с чего-то начинать, и какой-то лидерборд, значит, вот таких вот стран и коллективов, с кем сравниваться, надо обязательно строить. Второй комментарий, что почему им потенциально с нами интересно, ну, во-первых, то же самое соображение, потому что у них отношения там с Америкой сейчас более натянуты, и в этом смысле им тоже может быть интересно с кем-то сравниваться. Раз. Второе, что все-таки, как я уже сказал, они хотят переводить количество в качество. Определенные интересные такие фундаментальные вещи, вот благодаря вот этим программе развития искусственного интеллекта, центром первой волны, первым шести в Скалтех, в том числе, эти фундаментальные результаты интересные есть, и в этом смысле нам есть, что предложить. Мы активно сотрудничаем, сейчас налаживаем отношения с и с Китаем, и с УАЭ, например, с УАЭ есть открытая лаборатория в Скалтехе с университетом Шаржи по искусственному интеллекту и машинному обучению для биомедицинских приложений. Там с Китаем у нас несколькими университетами есть просто тоже совместные программы исследований, сейчас там мы рассматриваем вопрос каких-то обменов студентов, аспирантов и так далее. Все это движение, ну, очень необходимо делать, и, как я уже сказал, у них интерес, они верят в то, что у нас сильная математика, и в этом смысле им интересно сотрудничать, они верят в то, что это может быть, даст им некий толчок, чтобы вот это качество повысить. Они не самые простые партнеры для взаимодействия, но, как говорится, ну, без труда ничего не получится. Вот, но еще один комментарий, который я хотел бы здесь сказать, это, что на самом деле, если мы говорим про вот это вот сотрудничество, то надо понимать, что утечки мозгов в случае с Китаем, ну, сложнее представить, чем в США, потому что люди, ну, конечно, могут туда поехать на месяц, на год, может быть, даже на два, но вот прям надолго есть определенные сомнения, так же, как и в обратную сторону. Если говорить про технологическое какое-либо сотрудничество, то, в общем-то, учитывая объемы Китая, им и внутри довольно неплохо, а в России тоже технологии вполне себе внутри развиваются, здесь есть надежда, что, ну, не будет какого-то такого жесткого сотрудничества и, возможно, определенные тоже доли кооперации в технологическом секторе. Ну, вот по совокупности, я думаю, значит, я как бы, что я хотел сказать, что определенные зачатки есть, какие-то положительные стороны в России в области искусственного интеллекта, как в технологиях, так и вот фундаментальных на вещах, в связи с тем, что правительство активно этим интересуется, компании нескольких крупных корпораций активно в это вложилось, я говорю сейчас про исследовательства центра, я искренне надеюсь, что этот интерес, он не остынет, и это будет дальше развиваться, да, это позволит эти точки роста развить в гораздо более масштабные и проекты, и уже с этого получать, ну, скажем так, доход в разных смыслах, как и в смысле там патентов технологий, так и в смысле зарабатывания денег на разработанных сервисах. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть небольшое время на вопросы, если есть из зала, то поднимайте руки, будем подносить микрофон, я пока, наверное, начну с интернета, зачитывать. Сергей Александрович, к вам вопрос, изменит ли свое название, оно цифровая экономика, но оно экономика данных. Да, я видел этот вопрос в чате, но мы отвечаем традиционно так, что нужно понять роль всех участников процесса в сопровождении нацпроекта экономика данных и цифровая трансформация государства, полное название такое у него стало. Это произойдет ближе к сентябрю, а пока мы абсолютно готовы. С одной стороны, есть поддержка бизнеса и наших учредителей, которые знают примерно, как они хотели бы видеть, чтобы data-driven economy у нас в стране работало. Мы готовы делиться этими знаниями. И мы подготовлены с точки зрения своего названия. Дело в том, что даже домен наш data economy.ru как бы предполагает, что к экономике данных мы всегда были готовы. Другой вопрос, почему раньше мы назывались цифровой экономикой, а домен был data economy.ru. Ну вот, подфартило, можно сказать. Таким образом, готовы и экспертно, и по неймингу включаться в эту работу. Да, спасибо. Здесь второй комментарий был. Китай отнесли к наиболее привлекательному экономическому партнеру в сфере IT-кооперации, однако крупные китайские банки, опасаясь вторичных санкций, отказываются принимать платежи из России. Как работать? Такой вопрос сложный, наверное, не в публичной плоскости, но по факту мы видим, что из Китая до сих пор много чего поставляется. Как-то находят пути, как работать дальше. Стоит ли ожидать, что Россия предложит международному сообществу партнерам какие-то прорывные решения в области искусственного интеллекта, учитывая тот факт, что у нас регуляторики нет, а значит развитие ИИ не ограничено. Вот последний тезис для меня. Регуляторики нет, это означает скорее наоборот ускоренное развитие искусственного интеллекта, но, наверное, со своей стороны пару комментариев передам вопрос коллегам. Регуляторика присутствует. Во-первых, есть экспериментально-правовые режимы, в которых запущены беспилотные такси, беспилотные грузовики, доставка дронами и другие технологии. Вы сделаны нормативные изъятия в отдельных субъектов Российской Федерации и попутно догоняется нормативная база. Но там, где это подходит к жизни и здоровью человека, там в любом случае решение искусственного интеллекта в обязательном форме сертифицируется. Если брать здравоохранение, то есть Росздравнадзор, который определяет, соответствует ли решение, которое разработано на базе искусственного интеллекта тем требованиям, которые указал разработчик. И, соответственно, допускаются такие решения в оказании лечебно-диагностической деятельности. На данный момент больше 20 таких решений есть. Если брать транспорт, то есть площадка в ГУП НАМИ, если мне не изменяет память, где проходят апробацию все беспилотные такси до того, как они выйдут на дороге общего пользования. Так или иначе, регуляторика и стандарты в текущий момент есть, но вот стоит ли ожидать, что Россия предложит международному сообществу? Здесь, Алексей, нужно оттолкнуться от того, что мы в последнее время изучаем внутри цифровой экономики. Мы говорим о том, что нужно показывать, какие эффекты от внедрения технологии искусственного интеллекта случаются, а не только от их изобретения. Потому что здесь, понятно, лидерство сложно, себе обеспечить нужно, но сложно. А вот кейсы по внедрению берем отрасли, то есть мы их уже много изучили. Сельское хозяйство, промышленность и обработка, торговля, умные города. И вот в каждой области смотрим, какое количество кейсов искусственного интеллекта было внедрено, кто заказчик, кто исполнитель, какой эффект, сколько это стоило. И дальше это все упаковывается в большие кейсбуки, которые, собственно, и можно нести, в том числе и международному сообществу показывать. Смотрите, а у нас вот это сработало, у нас вот это выстрелило, у нас вот это дало эффект социально-экономический, управленческий, максимальный. Готовы делиться этими знаниями, как правильно в той или иной отрасли внедрять технологии. В этом плане России точно есть что показать. Ну да, были у Евгения примеры. Я могу точно вспомнить биометрию, которая российско используется много где. Искусственный интеллект, здравоохранение, беспилотные технологии, те же самые Янга за рубежом с роверами, с такси, также внедряются активно. Может, коллеги дополняют еще. Да, если позвольте. Вы знаете, мне кажется, что России прежде всего есть что предложить с точки зрения этики искусственного интеллекта, потому что мы одна из стран-передовиков в этой, на этом пути. Вот буквально пару часов назад на ваших глазах подписали кодекс этики в сфере искусственного интеллекта еще несколько компаний и говорили о том, что кодекс настолько удачный оказался с точки зрения его выполнения, настолько привлекательный, что и компании из зарубежных стран тоже к нему присоединяются. Это раз. И второе, вот, наверное, вы знаете, что сейчас при генсеке ООН есть такое, скажем так, совет мудрецов, где собраны эксперты из всех, практически со всего мира, и они как раз сейчас разрабатывают рекомендации по поводу того, как регулировать искусственный интеллект на международном уровне. И в состав этого совета мудрецов входит как раз и российская представительница Анна Абрамова из МГИМО, что, в общем-то, говорит о том, что голос нашего научного сообщества в этой сфере тоже очень хорошо слышен. Да, коллеги, переходим в оффлайн. Я вижу, что тут вопросы. Спасибо, уважаемые коллеги. Евгений, там каких-нибудь не радио. Вопрос, наверное, к Сергею, как к имениннику, потому что много вопросов ему задают. Сергей, очень интересная была информация по поводу построения индекса, вот ваш лидер. Лидер Ф. Вопрос такой. Насколько я понял, исходные данные, это в том числе и, возможно, прежде всего, другие индексы. Индекс на основе индексов. Нет ли рисков или как-то вы прогнозировали, что построить индекс, это требуется собрать информацию, обработать и сделать, что вот эта задержка, она как бы меняет ситуацию. Был ли у вас такой анализ и пробовали ли вы собирать, может быть, прямую информацию от стран? Спасибо. Да, спасибо большое. Я назвал те источники, откуда мы информацию черпали. Они пока для нас еще открыты, хотя действительно проводили аудит. Вот Карен стал, поднялся, вышел. Была задачка посмотреть, по каким индексам и сборщикам информации о России и международным нас выключили. Были разложены на несколько кучек, все такие исследователи и консалтеры, и мы показали, что кто-то берет открытые данные по правительственным каналам, кто-то их запрашивает, кто-то держал в России экспертов, пул, которых спрашивал. Вот большая часть всего этого выключила, действительно. И поэтому, конечно, данных, как на нас смотрят международные сообщества и замеряют, но стало сильно меньше. Мы используем те, которые остались, первое. Второе, да, действительно, они имеют некий отложенный эффект во времени, они запаздывают. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы мы придумали, как брать более релевантные данные, в том числе, может быть, от экспертов и микшировать их с этими данными. Я думаю, что во второй волне как раз-таки эту задачу будем решать, потому что события меняются катастрофически быстро, мы видим. Но вот, наверное, как-то так. То есть это пока первое такое пристрелочное исследование, которое показывает, что мы, ну, по ощущениям совпадаем с математикой. Да, вот про тот же Китай было сказано, да, отключаются нас от банковских систем. Ну, да, но математика показывает, что по всем другим направлениям нам точно нужно координировать свои усилия. Выступающие до этого то же самое показали. Поэтому, конечно, ощущения ощущениями, но математика пока рулит. Где брать данные, это хороший вопрос. Над этим точно следует поработать. Алексей, может, дополнишь? Да, дополню немножко. Мы брали данные за 22-й год по этим рейтингам. В этом году тоже актуализируем его. И более того, мы вынесли на рассмотрение и с коллегами из Минпромторга, и с цифровыми Аташе, и с коллегами из бизнес-экспертного сообщества. Наш рейтинг совпал на 90% с видением Сбера, Ростелекома и других лидеров рынка, что очень отрадно. Ну, то есть мы путем методологии доказали то, что они на практике осуществляют. Поэтому нам кажется, что это близко к реальности. Да. Коллеги, еще вопросы? Да. Вячеслав Ерохин, НИИ радио. Вопрос к любому из представителей, кто захочет прокомментировать и государству, и к представителям бизнеса. У меня вот следующий вопрос. Наша сессия сегодня называется экономика данных, международное сотрудничество. Наверное, вы знаете и слышали про концепцию Data Free Flow with Trust. Она была представлена на встрече 20-ки в УСЭКе в 19-м году, потом обсуждалась семерки и так далее и тому подобное. Хотелось бы узнать мнение экспертов, близка ли России эта концепция, присоединимся ли мы, или мы видим как-то трансграничную передачу данных по-другому, какие-то альтернативные пути у нас, может быть, с другими партнерами. Несколько слов про Data Free Flow with Trust. Коллеги, есть желание у кого-то прокомментировать? Я могу со своей стороны пару слов сказать. Я знаю, что точно на пространстве ЕС сейчас развивается трансграничный обмен данными по ряду товарных наименований и номенклатур по производству лекарств, по производству пушнины и других. И кажется, что действительно обмен данными между государством, вы знаете, для поиска преступников и других, этот обмен уже организован. Это тоже метод повышения производительности. Мне понравился кейс РЖД, который они год назад рассказывали, Евгений Игоревич Чаркин. Рассказывал про то, что РЖД сегодня вкладывает в развитие электронного документа оборота дружественных стран. Почему? Потому что им вместо того, чтобы товарные накладные в бумажном виде оформлять, проще вложить в электронную систему документа оборота из дружественной страны, они снизят свои транзакционные издержки на логистику, на транспортировку, на документы оборота и так далее. В этом плане действительно повышение уровня цифровизации дружественных стран и обмен данными, это создает возможности в том числе для российского бизнеса внутри страны. Коллеги, может, меня в какой-то части здесь дополнят или скорректируют? Я дополню только воспоминаниями из прошлого. Раз уж у нас 30-летие Рунета обсуждается, мы топили, ну, мне кажется, лет 15, наверное, то, что цифровая экономика, экономика открытая, глобальная, да, то есть у нее нет границ, у нее между государствами есть взаимопонимание, все рулится законами бизнеса и конкуренции. И вот в 22-м году оказалось, что вообще все это ни разу не так. И все стали очень быстро искать способы как бы с той стороны сгладить случившуюся некрасивость, с нашей стороны как бы жить и выживать. Ну, понятно, что действительно объединения экономические, новые, которые сейчас получают второе дыхание, это правильно. Макрорегионы, которые нужно нащупать, да, в которых будут свои правила, наверное, это тоже, к сожалению, я уж не знаю, можно ли на Russian IJF такие вещи говорить, но действительно сегментируется цифра, сегментируются сети, связь, перемещение данных и появляются макрорегионы, могут появиться в которых будут свои собственные географически определенные или политически определенные модели обмена информацией, данными, рынками. Наверное, все к этому идет. Нам просто сейчас включили режим X10. Ускоряйтесь, придумывайте и переупаковывайтесь. Ну, соответственно, этим надо заниматься. А исследовательская база, в том числе такие рейтинги, вот как мы сегодня показали, это, конечно, очень нужная история для того, чтобы это не пальцем в небо, ну, хоть на что-то опираясь делать какие-то выводы. Тоже хотел, если можно, воспоминаниями из прошлого поделиться. Да, вот как раз когда с коллегами вместе занимался стандартизацией и участием в дискуссиях международных, когда они еще были в рамках Международного союза электросвязи, да, сейчас мы понимаем, что ситуация существенно иная. Мы это видели там еще и в 2020-2021 году, сейчас все маски сняты, мы понимаем, что присоединяться к международным инициативам, так называемых, там, западных партнеров нужно совсем с осторожностью, да, и в первую очередь, конечно, инициировать какие-то свои стандарты, свои инициативы, да, чтобы, ну, так скажем, не оказываться всегда в ситуации, что мы должны там встроиться в какие-то большие глобальные процессы. Все-таки все у нас для этого есть, как мы знаем, поэтому призываю здесь быть активными именно с этой точки зрения. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Юлия Тихонова, издание КомНьюз. У меня вопрос к Вадиму и небольшой к Владимиру. Вопрос по маркетплейсу цифровых решений. Заглянула, пока там представлено пять продуктов. Вопрос, когда появилась витрина, какова бизнес-модель для участников витрины и как вы планируете ее продвигать. И вопрос к Владимиру, знают ли цифровые атташе об этом инструменте, считают ли обязательным его также продвигать на рынках в других странах. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ну, он появился вот только-только, может быть, там пару недель. И пока в таком тестовом режиме мы работаем. Какая бизнес-модель, тоже, наверное, коммерческую тайну открывать не буду. Но по мере наполнения продуктами, наверное, мы карты немножко раскроем. Это первое. И второе, я просто повторюсь, что это не только маркетплейс ПО, это и еще, скажем так, витрина с услугами консультационными, образовательными. И вот как раз перекидывая мостик к предыдущему вопросу про искусственный интеллект, мы ведь умеем делать модельные законы различные, в том числе в сфере искусственного интеллекта и защиты данных. Поэтому есть в целом ряде стран, развивающихся стран глобального юга, запрос на вот такие модельные законы. Поэтому этот маркетплейс в том числе в перспективе будет содержать и вот такие документы тоже. Ну, я пару слов скажу, какого характера. С одной стороны, конечно, та работа, которую коллеги ведут, которую ведут некоторые наши IT-ассоциации с точки зрения анализа представленности на нашем рынке тех или иных решений по сегментам, эта работа очень благодарная. Она помогает нашим заказчикам, она помогает самим компаниям-разработчикам, но есть и обратная сторона вопроса. Как правило, некоторые информационные ресурсы, агрегирующие информацию о наших достижениях, очень хорошо помогают и нашим недоброжелателям. И, в общем-то, ложатся в базу очередных санкционных пакетов. Тоже ни для кого не секрет. Но вот то, о чем Вадим сказал относительно маркетплейсов услуг, сервисов, да, консалтингового предложения. Вот мне кажется, это могло бы стать очень хорошим новшеством, которого, в общем, тем качеством, которого у нас на рынке пока не хватает. Когда, с одной стороны, сильная экспертная организация выступает неким зонтиком для наших разработчиков, для наших поставщиков. Ну и, с другой стороны, действительно предлагает комплексную услугу, не просто показывая информацию о наличии того или иного продукта, а все-таки уже предлагая конкретный механизм, конкретный набор шагов по продвижению в целевой сегмент. Вот с этой точки зрения такой маркетплейс, нам кажется, был бы очень нужен и очень востребован. Ну и пару слов скажу, если можно еще в развитии предыдущих вопросов, да, тоже два аспекта. С одной стороны, говоря про стандартизацию и трансграничный обмен, ну, в общем-то, международная организация по стандартизации, как относилась к России до всевозможных, так сказать, конфронтационных усилений, так и относится. Россия полноправный член и работает с точки зрения тематики международной стандартизации активно. Многие наши национальные стандарты в сфере того же самого интернета вещей становятся международными. Некоторые наши наработки, например, национальный стандарт Российской Федерации по цифровым двойникам, высокотехнологичной продукции, машиностроения признаются иностранными государствами. То есть работа эта в международной плоскости идет, как и шла. И, в общем-то, инженеры в последнюю очередь, наверное, поддаются вот этим негативным трендам, потому как инженерный обмен по-прежнему актуален и его прерывать, ну, никому бы не хотелось. Но, с другой стороны, безусловно, здесь надо растить собственные компетенции в пределах тех зон, в которых нам работать комфортно и в пределах тех технологических направлений, по которым у нас наработки сильны. И, отвечая на вопрос, чего мы могли бы добавить прорывного в тематику международного сотрудничества, ну, конечно, это вопросы доверия и безопасности. Это то, где наши компании известны по всему миру, то, где, в общем, наши подходы с точки зрения конструктивной безопасности, с точки зрения построения архитектур сложных систем технологических, с точки зрения вообще подходов к обеспечению защиты тех или иных процессов, они признаны, в общем, по всему миру, во всех макрорегионах. Поэтому вот тематика обеспечения доверенного и безопасного информационного обмена, доверенной и безопасной экономики данных, мне бы казалось, что это наша сильная сторона, это тот акцент, который можно было бы делать, говоря про любую международную кооперацию в этой сфере. Спасибо, коллеги. Немножко сорвали тайминг, но будем завершать. Сегодня мы обсудили с разных аспектов международного взаимодействия, в том числе с точки зрения науки, с точки зрения государства, институтов развития. Вижу, что вопросов копится больше, чем мы успеваем отвечать, поэтому в кулуарах можете задать их спикерам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.